привет друзья и в этом видео мы с вами будем разбирать мой бой в котором я проиграл но почему проиграл какие были ошибки это будет очень интересно я надеюсь поехали разбираться и так 90 карта карелия приезжая на стандартный начальный куст немного в него не попадаю даю какой-то шальной отстрел с вертухана налево попадание но в принципе попал и хорошо тут у нас человек на тайпе перемещается с базы в ангар и в принципе я даю ему пару тычек и оставляю его в покое поскольку он исчез продолжают светить в дефолтном стандартном кусту он принципе неплохой начальный безопасный и дает вам больше укрытия и светит всяких простофиль которые неправильно что-то делают здесь у нас шальной бат приехал я его свечу светить его буду долго поэтому довольно таки большой кусок продолжительности времени проведенного в этом бою я отрезал потому что я просто стоял на месте его подсвечивал и так постоял довольно таки много в этом кусту я поехал вперед и здесь засветился что привело к тому что я потерял половину хп принципе это такая полрублевая ошибка первое я мог бы поехать на гору принципе и попозже или как-то более безопасно но словил лампочку и поплатился занял гору в принципе которая и так была занята в принципе какой-то ненужный маневр и потом после этого я еду назад ну по сути как получилось так получилось никогда не угадаешь начнешь ты двигаться и вдруг там где-то враг стоит ну так вышло в целом пока неплохо засвечивается 90 к раздаму барабан в целом я тут не должен светиться поскольку врагу тут особо никаких нигде нет даю ему практически весь барабан с уроном но немного не весь он проезжает дальше я остаюсь стоять в кусту тут принципе тоже безопасно пока все нормально все спокойно опять засвечивается девяностик пытаясь что там посмотреть видно его не видно немножко мелькает пока по тактике все довольно таки спокойно нормально никаких происшествий обычный стандартный дефолтный бой союзники потихоньку сливаются я потихоньку пытаюсь что-то в нем сделать пока не вижу никаких сверх маневров которую я бы мог сделать простоял тоже здесь в этом кусту довольно таки много ехать было некуда в принципе все единственно что можно было бы попробовать поехать арту по убивать но опять же это тоже на везение сейчас нам берут базу и фланг с другой стороны на плато скорее всего враги поехали вперед поэтому я понял что если я сейчас поеду на другой фланг и вдоль этого фланга поеду на базу скорее всего я врагам заеду в спину поскольку они по этому флангу едут вперед на нашу базу атаковать поэтому поехал по этому флангу я буду ехать сзади у них в спине я так и делаю тем более у нас там есть пару союзников на балконе может быть я посвечу они постреляют ну либо я сам там чего-нибудь сделаем принципе план пока удачный все нормально враги доехали до нашей базы я еду им спину ну и в лоб же им ехать с половиной хп на девяностике нужно их прежде чем убивать обмануть дабы я мог в преимуществе над оппонентом раздать хотя бы пару пулек пока он обманутый не поймет с какой стороны на него выехали подъезжаю к базе скорее всего не должны стать каме спиной стоит шпрот бочина не знаю как его не пробил даю урон он не попадает и принципе добиваю нормально вышло но здесь еще один чувак который берет базу и мне нужно бы еще и с него сбить базу я получаю урон и еще свечусь под артой в в принципе здесь и хорошо и плохо то есть мне нужно было по-любому сбить базу потому что он уже почти половину захватил и времени куда-то сманеврировать у меня уже не было но с другой стороны я мог уже умереть от арты либо он мог даже фугасом стрельнуть и было бы неплохо для него но в целом базу сбил повезло да я врагов обманул приехал по флангу им спину но в целом сбил базу так себе на пол рубля и того хп который я потратил на бессмысленный маневр а я потратил целую половину его как раз и не хватает еду теперь убивать арту поскольку сбив базу я получил дополнительное время я еду убивать арту нахожу арту одну вторую подсвечиваю немного назад откатаюсь начинаю стрелять убиваю одну арту мои союзники на балкончике уже сдохли успешно убиваю арту вторую не получается но хотя бы покосал немного еду теперь сбивать базу теперь что я думаю сзади меня арта их еще целых две штуки впереди на базе стоит французский тяжик он один и слева где-то еще один враг на скорпионе я планирую как мне нужно опять обмануть французского тяжа чтобы обмануть мне нужно заехать ему спину стоит он теперь скорее всего на мой фланг повернутый поэтому мне нужно со стороны штанов заехать ему в спину но на штанах на балкончике стоит скорпион поэтому я пытаюсь примерно рассчитать посередине между ними проехать так чтобы не тот не тот меня не засветил и сейчас прямо в спину буду выезжать этому французскому тяжу и смотрим что из этого получается я приезжаю и да он стоит ко мне спиной я раздаю ему одну пульку вторую добиваю тут мог бы даже было бы смешной септораном умер но в принципе теперь я маневрирую от скорпиона и арты скорпион промазал звук выстрела что он попал в землю арта промахивается принципе манцевание успешно и все но опять же не хватает того хп которая прокакал заезжая в никуда и потом еще оттуда вернулся тоже в никуда то есть бессмысленный маневр а стоил он мне пол хп продолжаем пытаться тащить катку и еду я опять на вражескую базу что здесь можно было делать два варианта встречать скорпиона кота он едет ко мне на базу с правой стороны если он поедет в атаку какой-нибудь там куст придумать или просто но если он не засветит меня арта будет стрелять и это будет печально но я еду убивать арту и пока я еду я уже примерно представляю что они поедет ли вражеская арта ко мне на базу на захват и пока я еду все сильнее и сильнее я начинаю думать что она уже по уезжала и во первых она была в опасности она засветилась одна арта сдохла было понятно что я здесь я на этом фланге катаюсь и скорее всего арта и уже начала убегать еще раньше когда я первый раз только приехал сюда арта поняла что я сбил базу и после того как она отстрелялась мимо они просто с горы начали катиться в штаны а потом после штановка мне на базу на захват и уже здесь примерно я начинаю представляю что да тут арты нет скорпионов тут нет ну в принципе самое главное для меня было убить арту потому что она сплэша может меня убить везде и все я понимаю что один человек на захвате сейчас станут все остальные арта воды и в принципе это будет печально но я думаю ну чё все они по-любому поехали все туда либо кто-то в штанах стоит ну я представлял себе это так арта становится на захват а скорпион прикрывает либо наоборот ну я просто по центру еду на свою базу и думаю они стоит ли скорпион на балкончике и не прикрывает ли он или не ну может он до сих пор там весь бой стоит на одном месте кто его знает это же world of tanks и просто еду еще немного цепануть балкон может там засветится что-то или ну в принципе безопаснее ехать под балконом чем ехать просто по центру если кто-то на стоит на балкончике но они уже все стали там на захват времени не хватает предсказывать надо будущее чтоб такой бой выиграть и принципе тяжело но что было интересно в этом бою это то что я правильно сбивал базу с нужных сторон заезжал но потратил все хп в ненужном месте вообще за ненужный маневр такой вот бой изучайте свои ошибки это вам пригодится чтобы тащить катки играть красиво пока